Еще в 19 веке американские стоматологи описывали уникальные случаи, когда зубы пациентов разрывало на куски. В одном из первых номеров американского научного журнала для донтистов Dental Cosmos стоматолог из Пенсильвании Вильям Генри Аткинсон рассказал о трех странных случаях, с которыми он сталкивался в своей практике. Мы приводим некоторые выдержки из этой статьи. Летом 1817 года у преподобного города Спринфилг округа Мерсер нестерпимо разболелся верхний правый клык. Причем боль усилилась до такой степени, что пациент начал сходить с ума. Во время агонии он бегал из стороны в сторону в тщетной попытке облегчить свои страдания. Он бился головой о землю, пихал ее под забор и окунал в холодную воду. Все это не приносило никакого результата. Следующим утром в 9 часов внезапно раздался громкий хлопок, похожий на выстрел из пистолета, после которого зуб разлетелся на кусочки, и священник мгновенно ощутил облегчение. В этот момент он повернулся к жене и сказал «боли больше нет, и зуба тоже больше не было». Второй случай произошел в 1830 году. На этот раз пациенткой была миссис Летиция. Этот случай нельзя описать в таких же подробностях, как и первый, но он был очень похож. Все закончилось тем, что зуб звучно взорвался, после чего наступило мгновенное облегчение. Третий случай произошел в 1855 году. Пациенткой была миссис Анна. Зуб раскололся вдоль из-за интенсивной боли и давления воспаленной плоти. Внезапно раздался резкий хлопок, за которым наступило мгновенное облегчение, как и в других подобных случаях. И это были не единичные случаи. В опубликованной в 1874 году книге «Патологии терапии в стоматологии» Джей Фелпс Хибблер описал один особенно удивительный случай. Его пациенткой стала женщина, которая чуть не сошла с ума от зубной боли. Проходив из стороны в сторону несколько часов, пациентка присела, чтобы немного отдохнуть. Вдруг, без каких-либо симптомов, ее зуб, нижний маляр, треснул с такой силой, что взрыв оставил ее глухой на несколько дней. Существовало множество версий, почему происходил этот феномен. Но самое правдоподобное объясняло это явление реакции между газообразным водородом и металлами, которые использовались в старинных пломбах. В то время пломбы делали из разнообразных металлов, от жести до олова и серебра. Соединение сплавов могло превратить полость рта в низковольтную электрохимическую батарею. Водород же мог возникнуть в любой полости. Созданный электрический заряд в сочетании с водородом вызывали взрыв. К сожалению, нет никаких данных о том, что кому-то из тех пациентов действительно ставили пломбы, и тайна взрывающихся зубов так и останется неразрешенной загадкой. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и в скором времени вы узнаете новые истории.